Сегодня у нас тема квадрат суммы. Квадрат суммы это первая формула сокращенного умножения, которую мы рассмотрим. Итак, я настоятельно советую ее записать, хотя она есть в справочных. Ваше домашнее задание будет найти эту формулу в справочных и все остальные формулы. Это здорово, то есть вы не должны ее запоминать наизусть, вы должны просто знать, где ее найти и уметь пользоваться, чем именно сегодня мы и займемся. Так, кому очень важно, квадрат суммы двух чисел равен квадрату первого числа плюс удвоенное произведение плюс квадрат второго числа. Давайте посмотрим, что это значит. Итак, квадрат суммы двух чисел, квадрат один, значит двоечка, в степени должна быть только одна за скобочками, равен квадрату первого числа. Вот смотрите, а это как будто бы первое число, а b это второе число. Просто числа будут абсолютно разные и надо их как-то разграничивать, первое и второе. Итак, мы сначала берем первое число, возводим в квадрат, затем мы 2 просто умножаем на первое и на второе в стандартном виде, вот как они написаны. А потом b, то есть второе число, возводим снова в квадрат. Давайте посмотрим, давайте применять на практике. Итак, первое число у нас 2, второе число 3а. Можно прямо первое время так пронумеровать, первое, второе. Сначала первое возводим в квадрат, 2 в квадрате, затем плюс удвоенное произведение, то есть 2 умноженное на первое число и на второе. И плюс второе число в квадрате, плюс 3а в квадрате. Обращаем внимание, что если что-то надо возвести в квадрат, возводим каждый элемент. Так, ну что здесь будет? Здесь будет 4, 2 на 2, 4 на 3, 12, плюс 12а и плюс 9а во второй. Вот так вот мы раскрыли. Давайте тренироваться еще. Мы будем раскрывать в порядке усложнение, а потом будем, наоборот, собирать из длинной части в короткую. Итак, первое число в квадрате. Да, вот это первое, это второе, пронумеровывать не буду. Первое число в квадрате. 3а в квадрате и еще в квадрате. Плюс удвоенное произведение, то есть 2 умножить на 3а в квадрате и умножить на 2с в третьей. И плюс второе число в квадрате, плюс 2с в третьей и еще в квадрате. Так, что это получится? 3а в квадрате, то есть степень, которая за скобками, вспоминаем, переходит к каждому элементу. То есть это будет 9а во второй, b в четвертой. Здесь надо перемножить. Будет 12 плюс 12а, b во второй, c в третьей. А здесь тоже степень переходит к каждому числу. То есть это будет плюс 4с в шестой. Так, здесь у нас тоже первое и второе число. Все то же самое. Давайте теперь попробуем устно. Когда мы дроби возводим в квадрат, мы возводим каждый ее элемент. То есть это будет сразу же 9,25а во второй, b во второй. Каждый элемент возвели во вторую степень. Дальше идет плюс, но вот серединку я устно, наверное, не смогу. Поэтому я пропишу, потом просто посчитаю. 2 умножить на 3 пятых, а, b умножить на 1 вторую, c в квадрат. Ну и второе число возвести в квадрат тоже легко. Это будет 1 четвертая, c в четвертой. Обратили внимание, снова мы возвели каждый элемент. Так, ну давайте, смотрите, первую часть мы перепишем. 9,25а квадрат, b квадрат, b квадрат, да, b квадрат. А серединку надо посчитать. Смотрите, двоечки у нас сократятся. И будет 3 пятых, а, b, c квадрат. Плюс 3 пятых, а, b, c квадрат. И третье число переписываем, оно у нас уже в квадрате. Отлично. И переходим к десятичным дробям. Давайте тоже попробуем узнам. Первое число в квадрате. 4 на 4, 16, два знака отделяем. 0,16, пи в квадрате. Удвоенное произведение. Давайте попробуем тоже узнам. Тут у нас мало элементов. 2 умножить на 0,4, это 0,8. 0,8 на 0,3, 8, 3, 24, два знака отделяем. 0,24. 0,24, буковки просто перепишем, п и кью. И плюс второе число в квадрате. 0,3 в квадрате, это 0,09. А кью в квадрате, это кью в квадрате. Все готово. Так, а теперь у нас 4 примерчика на то, чтобы из длинной части сделать короткую. Давайте еще раз поглядим на формулу. Вот сюда. Нет, куда? Вниз. Вниз, вниз, вниз. Вот она формула. И смотрите, нам теперь нужно наоборот шагнуть из длинной части в короткую. Что мы делаем? Мы находим числа в квадрате. То есть мы находим первое число в квадрате и второе. Как мы их найдем? Перед ними должен быть знак плюс. Перед ними должен быть знак плюс. И все степени должны быть четные. И просто убираем квадрат, пишем скобочки и квадрат выносим за скобки. Так, ну что, поехали. 16p квадрат плюс 40p кью плюс 25 кью квадрат. Ну вот я вижу, что 16 это квадрат четверки и p в квадрате. То есть в принципе нам подходит. Я вижу, что 25 это квадрат пятерки, кью в квадрате тоже нам подходит. А вот серединка нам не подходит. Ну в смысле, она является серединкой. То есть все тут как надо написано. Давайте проверим. 40 должно быть, что у нас? 2 умножить на 4p умножить на 5 кью. Да, все сходится. Все сходится. То есть серединку проверили. И все, теперь точно можно объединять это в скобки и вызвать квадрат. То есть это будет 4p плюс 5 кью. Еще раз. Серединку иногда можно не проверять. Ну в принципе в первой части вообще ее можно не проверять. А вот искать числа в квадрате это обязательно, потому что именно их мы записываем в скобки. Так, хорошо. Второй примерчик. 9 плюс 6а плюс а квадрат. Ну сразу видно, 9 это квадрат тройки, а а в квадрате это квадрат просто а. Значит это будет 3 плюс а и все в квадрате. Хорошо, идем дальше. Два примера осталось. Так, 4m квадрат плюс 9n квадрат плюс 12n. А здесь подвох. Увидели? Серединку они написали справа. То есть они просто поменяли числа местами. Такое тоже бывает. Но мы должны все равно заметить. Мы должны найти квадраты. 4m квадрат и 9n квадрат. Значит, в скобочке мы запишем. 2m плюс 3n. И все в квадрате. Так, здесь а в шестой и b в шестой. Это значит мы напишем в скобочках а в третий плюс b в третий. И все в квадрате. Чтобы убрать вторую степень, мы делим число на 2. Ну что, готово. У вас будет маленькое задание домашнее на квадрат суммы. У вас все получится. Продолжение следует.